Наталье Винокуровой 62 года. В «Тотальном диктанте» она принимает участие впервые. По словам пенсионерки, в прошлом году не смогла правильно зарегистрироваться. В этот раз помог сын. По ее мнению, учиться нужно в любом возрасте, а «Тотальный диктант» – отличная возможность освежить свои знания. Себя проверить хочется. Когда-то я очень хорошо знала русский язык, безошибочно писала. И сейчас еще иногда коробит, когда читаешь какие-то медные газеты, там ошибки бывают. Прям не люблю. Ожидаю, что справлюсь. Мне кажется, что я без ошибок напишу. Автором произведений стала писательница, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Она создала три текста для соседствующих регионов страны. Это сделано для того, чтобы жители разных часовых поясов не успели обменяться информацией. Как говорят диктаторы, важно не только грамматически безошибочно написать слова, но и тонко воспринимать интонацию. Когда автор осознанно пишет текст, он понимает, что в тотальном диктанте будут участвовать самые разные возрастные группы. И вот здесь в аудитории мы видим людей разного возраста. И это очень здорово, что наши анапчане решили принять участие в этом диктанте, проверить свои возможности. И радует то, что так много людей сегодня возвращаются к нашему богатому, красивому русскому языку и хотят на нем говорить правильно и писать правильно. Я люблю свой язык, мне интересно проверить свои знания, насколько я в этом разбираюсь. В МПГУ в акции приняли участие 150 человек. При регистрации каждому был присужден индивидуальный идентификационный номер. Результаты тотального диктанта можно узнать в личном кабинете на сайте totaldict.ru после 18 апреля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.